здравствуйте дорогие друзья вы на канале лоди свет у каждой хозяйки на кухне очень много различных приспособлений для облегчения своего труда и это здорово вот у меня теперь новая появилась машина на кухне я кстати говоря почему-то очень долго и давно хотела вот такой планетарный миксер и как-то все не сподобилась купить но когда смотрю как другие делают в планетарном миксере ну взбивают там сливки или что-то еще и замешивают тесто прямо так здорово на это смотреть и вот теперь у меня появилась такая новинка сейчас я ее распакую все вам подробно покажу и мало того попробую сделать один рецепт никогда у меня который не получался честно вам скажу не знаю как сегодня будет может быть это зависит от степени взбивания а теперь мне надо тратить на это особо сил да да хоть так стой и делай хоть вручную теперь будет справляться вот это чудо машина фирмы оберхов если кто со мной на канале давно то может быть помните что у меня от этой фирмы будет третья вещь первое это сушилка дегидратор которая у меня работает три сезона беспрерывно еще у меня есть такая же великолепная вещь как соковыжималка от этой фирмы и вот теперь планетарный миксер ну и так хочется скорее посмотреть как же он выглядит вот на картинке он выглядит так здесь что в этом миксере расскажу вам 6 скоростей работы перемешивание на 360 градусов импульсивный режим а джим откидная головка ну как бывает до 3 насадки венчик лопатка и двойной крюк буду еще разбираться что для чего вот такая эта красота 1400 ватт мощность этого планетарного миксер это вот такая шайтан машина красивая ссылочку обязательно поставлю в описании ну как всегда бывает первым закрепленном комментарии вдруг кому-то надо сама еще разбираюсь инструкцию вроде как прочитала ну что здесь есть начну вот как бы разбирать и вам показывать это такая очень удобная вставочка чтобы ничего не распылялась разбрызгивалась и так далее сюда можно насыпать ну например тоже сахарная пудра когда ее добавляешь и нам уже дети и крахмал в разные стороны но теперь здесь вот есть такая педалька и которая помогает вот так приподнимать вот то есть откидной вверх да чаша очень красивая с ручкой удобная до замешал и ничего особо делать не надо ну вот еще есть венчик вот такой видите который будет сбивать и еще есть две другие насадки это вот такая лопатка такой даже крюк двойной это для замешивания теста ну я думаю что вы видите насколько он красив этот парень решила что это парень очень красивая вообще у фирмы оберков все вещи очень красивые черный такой пластик весь блестящий вот здесь все блестит ну здорово да ну и так сегодня хочу сделать знаете какой рецепт я очень люблю безе или меренги но один не почему-то не получается мало того может быть я скажу смешную вещь но я люблю когда безе немножко недоготовлено вообще это это совершенно неправильно да но я люблю когда внутри немножечко немножечко тяночка то есть неправильное безе вот сегодня хочу с помощью вот этого миксера сделать безы если у меня получится вообще у меня такая идея давным-давно изучите рецепт анна павлова павлова да или павлова по-разному называют этот десерт из меренги внутри взбитые сливки и фрукты или меренговый рулет вот до чего хочу сделать такое но честно у меня это плохо получается так давайте сделаем пока пока делать безышки ну и так в приготовлении безе что вот что нам необходимо нам необходимо яичные белки и сахар я сегодня для пробы пока сделаю из двух яичных белков вот такая у меня есть штучка нужно отделить желтки от белков так сделать аккуратно чтобы у нас естественно желток не попал в белок от топ рв вот этой штучки лет двадцать удобно она работает смотрите белок туда попадает желточек здесь прям как на сковородке вот такая красота все белок здесь желток здесь и второе яйцо кстати говоря желточки я сейчас заморожу и когда буду печь пироги у меня будет два желтка как раз для смазывания теста я предварительно разморожу чуть-чуть добавлю сюда капельку молочка или сливок и можно смазать любую выпечку приготовление безе как я изучала этот вопрос должно быть все вещи должны быть сухие ну то есть венчик вот эта чаша для взбивания все должно быть идеально сухое теперь белки выливаю в чашу если вы будете пользоваться сахарным песком то это буквально полстакана сахарного песка получается я взвесила на весах я буду пользоваться сахарной пудрой здесь пудра 80 грамм в принципе примерно мне столько и хватит чуть-чуть добавлю там ложку сахара а может даже не добавлю пусть будет не такой приторный тем более что я добавлю еще пакетик ванилина вернее не ванилина а ванильного сахара он 8 грамм и того получится вместе почти 90 кстати изучая этот процесс приготовления безе я прочитала что взбиваются белки лучше не из свежих яиц и яиц не вид недельной давности магазине честно говоря такие и продаются и еще все равно как взбивать яйца то ли с холодильника то ли просто которые лежали при комнатной температуре это в одних источниках другие наоборот говорят что белки должны быть не очень холодный тогда хорошо взобьются видите сколько разных нюансов ну в общем я начинаю поставила сюда чтобы ничего не брызгал наверное не будет но уж как положено на маленьких оборотах начну потихоньку включу для взбивания белков по мере того как белки начинают взбиваться я постепенно увеличиваю скорость и как только появилась пена первая такая пенка как у шампанского начинаю потихонечку сыпать туда сахарную пудру по чайной ложке добавляя с небольшими промежутками когда уже хорошо белки взбились и видно что уже плотная становится масса это даже видно действительно невооруженным глазом влила туда одну чайную ложку лимонного сока ну взбивала где-то минут шесть-семь даже не засекла устойчивые пищи есть или нет есть вот они видите даже не стряхнуть все белоснежное пизе а теперь бабам самый страшный трюк который показывают многие кулинары я попробую что из этого получится а мама дорогая слава богу все хорошо взбилась ну а теперь следующий этап что еще харчо сказать силиконовая подложка у этого миксера и миксер работает так достаточно шумно мощно но при этом вообще не двигается по столу это очень важно потому что однажды у меня хлебопечка двигалась двигалась меня дома не было и до двигалась упала ну и все и на помойку поэтому такие маленькие нюансы но не очень важны красота просто как зеркало глядись ну и так приступаем теперь формированию и выпечки чего еще нет у меня так просто такой знаете супер-пупер хорошего кондитерского мешка вот тоже как-то я не очень с ними работаю вот какой есть попробую пока в кондитерском мешке а так нужно и ложечка сделать духовку я уже предварительно разогрела режим обдув 110 градусов без и не печется как бы а сушится честно я люблю без мешки когда чуть-чуть кремового цвета я уже сказала попробую через свой мешок делать попытаюсь сделать пока маленькие без мешки ой дорогие друзья что то получается в общем ко всему надо набить руку начну с маленьких закончу чувствую побольше вот дорогие друзья такая красота у меня столько еще осталось сушить я не знаю сколько же тогда можно сделать этого без и ну что беру еще противень ну вот первый противник без и полностью готов смотрите они такие подсохли легко отделяются от моей бумаги и все великолепно чуть-чуть теплые остынут ну первый блин он даже не комом пусть они может быть не такие ровные красивые но вполне вкусные сейчас остынут и будем пить чай ну что дорогие друзья рецепт удачный без и у меня получилось а это говорит о том что новая моя машина для взбивания сработала отлично без и полностью готова но вот я говорил о том что люблю неправильно но у меня получилось правильное без тянучки внутри белоснежная посмотрите какое батута действительно когда свое безе есть свое безе обязательно спеку такое безе на пасху и попробую теперь вот уже попробую новый десерт но для меня новый анна павла сделаю со взбитыми сливками и фруктами или вернее ягодами обязательно сделаю сниму вам рецепт и я думаю что безе к пасхе с белыми зайчиками будет самое то нежная но она еще второй поднос у меня сейчас духовке то есть безе получается очень много так что вот так хорошая вещь для взбивания мой планетарный миксер ну и всего вам доброго дорогие друзья вкусной вам домашней выпечки